привет привет вы на канале зеленый огород с вами елена сегодня хочу с вами поделиться очень необычным рецептом мне его передала моя подруга мы к ней пришли в гости она нас угостила очень вкусными помидорами что мы захотели с вами тоже поделиться этим рецептом так вот эти помидорки малосольные мы привыкли что малосольные бывает только огурцы так вот помидоры тоже бывают малосольные и очень вкусные и для этого нам потребуется килограмм помидоров это мои помидорчики собранные своими ручками со своего огорода нужно две головочки чеснока я уже их почистила 100 грамм укропа и еще несколько зонтиков укропа также понадобится 1 столовая ложка соли ложечка или полторы чайных ложки сахара этого на ваше усмотрение и пол чайной ложечки можно добавить смесь перцев или черный мелкий перец но если вы не любите острое можно в принципе делать даже и без перца ну что ж приступим для этого мы берем помидорки и делим их пополам и вырезаем плодоножки старайтесь брать одного размера чтобы они просаливались очень равномерно если возьмете их разные большие мелкие они просто неравномерно просолиться какие-то будут готовы которые какие-то еще и нет теперь берем и мелко нарезаем укроп вообще я использую на килограмм помидоров 100 грамм укропа сейчас в чашку куда я нарезала укроп я буду натирать на мелкой терке чеснок можно его конечно и порубить но мне больше нравится вот так вот натереть когда натираешь чеснок на терочке он быстрее отдает свою крепость свой сок и наши помидоры быстрее промыла солятся укроп с чесноком перемешали хорошо и теперь смешиваем соль и сахар и сюда же добавляем пол чайной ложки смеси перцев ну или можете добавить обычный черный молотый перец но все все ингредиенты мы подготовили а теперь приступаем к закладыванию всех ингредиентов первое что я делаю на дно бросаю ну два три зонтика кладу немножко зелени и буквально но пол чайной ложечки соли и теперь просто туда накладываю помидоры как они лягут плотно не нужно потому что банка большая и места здесь будет абсолютно достаточно укладываем в один слой теперь снова укладываем чеснок с укропчиком и снова солим теперь снова укладываем помидоры и вот так вот укладываем слоями сколько у вас хватит помидоров я уложила все помидоры вот как это выглядит даже уже сейчас красиво и от такого количества соли сахара а также специй будет здесь очень много сока теперь мы закрываем банку плотно и вот так вот аккуратно и и покатаем почему я взяла трехлитровую банку и заполнила ее не до конца если вы возьмете банку меньше помидоры у вас не будут вот так вот переваливаться а надо чтоб они переваливались ровно сутки мы держим вот эти помидоры в комнатной температуре можно где-то на кухне доходе где главное чтобы это было не в холодильнике и периодически там часа через три-четыре подходим кладем баночку и вот так аккуратно переваливаем сильных быстрых движений не делаем чтобы не разбить томаты могу сказать что завтра к вечеру у вас уже томаты будут очень вкусные их уже можно будет кушать не забудьте что ровно через сутки помидоры нужно поставить в холодильник а теперь хочу показать помидорки которые у нас уже готовы мы этот рецепт повторили уже на раз шесть потому что помидоры улетают в три секунды вот так вот будет выглядеть посмотрите сколько там сока и вот хочу показать видите вот помидорки будут вот такие все плотненькие но вкус у них потрясающий это так вкусно вот такие малосольные помидоры если кто-то еще не знаком с этим рецептом попробуйте он вам понравится он очень вкусный на этом все если вам понравился наш рецепт ставьте лайк подписывайтесь на на наш канал пока пока